Итак, 10 дней раскаяния. Последний рывок. Надо помочь Богу, мы обязаны это сделать. Он выделил нам все, он дал нам все, нам надо делать сосуд, нам надо работать над собой. Есть древняя книга, которая рассказывает о тренинге в эти дни, как вообще получить эти благословения. Я расскажу два. Сказано проведи два дня вот так, как они говорят, я сейчас объясню как, и ты удостоишься хорошего приговора. Первый день, один из этих дней, за 24 часа ни разу не произнесите слово «я». Нет, «я» это абсолютно неправильный подход. Только у Бога есть «я». Второе. Попробуйте следующий целый день. Любого человека, которого вы увидите, мысленно пожелать ему добра. Вот вы это, попробуйте. Это самый простой рецепт, но говорят, что он меняет мир. Итак, великий и страшный Йом-Кипур. Скоро все окончательно определит. В эти дни надо, пока еще не наступило, надо делать и думать. Делать хорошие дела, давать сдаку, исправлять поврежденное. Думать о том, как мы живем, с чем мы живем. Чтобы не оказалось, что наша жизнь хэвель, пустота, ничего. Расскажу короткую историю. Рассказывает одна девочка. Она уже взрослая женщина. Бабушка научила играть в монополию. Вначале она и проиграла, потом как-то раз полностью научилась играть летом. Пришла, обыграла бабушки. Бабушка потерпела сокрушительное поражение. Когда игра закончилась, бабушка сказала ей, что теперь все возвращается в коробку. Все эти дома, гостиницы, фирмы, поезда, электростанции, все имущество, все деньги, все возвращается в коробку. Я не хочу, чтобы все вернулось в коробку, воскликнула я. Что поделаешь, сказала бабушка. Ничто из того, что на самом деле здесь есть, тебе не принадлежит в этом мире. Ты волнуешься за все это, а здесь было все задолго до тебя, и будет, когда тебя уже не будет. Ты только сел играть, а уже все это на земле было. Игроки приходят и уходят, но все каждый раз возвращается в коробку. Машины, звания, одежды, портфели, недвижимость, даже твое тело. И тогда человек должен понять, что так оно и есть. Что все, что мы используем, копим, собираем, все вернется в коробочку. И мы потеряем это. Не такой уж большой выигрыш после всех приложенных усилий. Друзья, представьте себе, что вы в конце концов получили повышение, о котором мечтали. Совершили главную покупку, идеальный дом купили. Забрались на самую высокую вершину горы. Достигли экономической стабильности или лестницы успеха там уже вся под нами. И тогда вот потрясающе. Немножко проходит времени, восторг уходит. И что дальше? И что дальше? И каждый раз, понимая, что всего этого недостаточно, жизнь должна двигаться. И тогда надо задать себе вопрос. Что на самом деле важно? В чем смысл этой жизни, в конце концов, если все возвращается в коробочку? Мы собираем, копим, покупаем, вкладываем. Я знаю, посвящаем дни и ночи, чтобы создать себе уютный и качественный мир. Но в конце концов, все нам придется вернуть в коробочку. Все над чем трудились. Все дома, машины, бизнес, все останется здесь. Если мы только остановимся на одном мгновении и задумаемся, то сразу вспомним, что все уходит в коробочку. Мы проводим жизнь, вкладываясь в этот мир. Иногда забываем настоящую цель. Удостоиться доли в мире будущем, в мире вечном. Все это абстракция. Где там этот мир? Да не абстракция, она вот перед нами. Наоборот, вот 120 лет нету, все, человек прошел. Всевышний создал этот мир, чтобы он служил человеку, и чтобы человек мог служить своему создателю максимально эффективно. Не стоит вкладывать свои силы во временный проходящий мир. Лучше все переключить внимание, вкладывать хоть что-то в мир вечности. Вот это все важно проанализировать в эти дни. Во что стоит вкладывать силы? Во что стоит вкладывать мысли, желания? А к чему меньше прилагать усилий? Поскольку в результате оно все останется в коробочке. И знаете, вот в эти дни тоже неплохо вспомнить слова брасновских раввинов, этих хасидов, которые говорили следующее. Поблагодарите Бога за все хорошее, что Он позволил вам совершить сегодня. Признайтесь во всем дурном, что вы сотворили словом, мыслью или делом. И просите Бога дать вам прощение, отпустить грехи и помочь вам с этой минуты поступать праведно. Все, наверное, на этом можно закончить наш сегодняшний урок. Брахава и Атлаха.